С главными новостями дня в студии Ирина Цепетова. Сбербанк России профинансирует дефицит окружного бюджета. Кредитная организация признана победителем электронного аукциона с наименьшей ставкой в 11,49% годовых. Банк предоставит региону кредит в размере 2 млрд. рублей. Это будет самый крупный заем, привлеченный округом за всю его историю. Таким образом, госдолг региона достигнет отметки в 3,9 млрд. Кредит Сбербанка станет уже третьим и, скорее всего, не последним. В непростых экономических условиях жить взаймы – это пока единственный вариант, который обеспечит социально-экономическую стабильность в регионе, благополучие каждого его жителя. Об этом в интервью нашему телеканалу рассказала главный финансист региона Татьяна Лагвиненко. Нинецкий округ сегодня отчасти живет взаймы. Доходы региона на начало года не позволяют самостоятельно справляться с расходной частью бюджета. За три месяца в казну региона поступили плановые доходы на сумму 2 млрд. рублей, а расходы бюджета по всем обязательствам составили более 3 млрд. Живем сейчас в кредит. Но это традиционно всегда в начале года, когда доходов меньше. Это сезонность определенная. Поэтому мы и планировали, что в начале года мы будем жить за счет кредит. Это нормально. Напомню, жить взаймы Нинецкий округ начал еще в прошлом году. Тогда Банк ВТБ предоставил региону 1 млрд. рублей. Еще 900 млн. в Департамент финансов и экономики привлек в феврале текущего года. 2 млрд. Сбербанка, отторгованные накануне, пока рекордный для нашего субъекта кредит и, скорее всего, не последний. Необходимость в последующих займах будет напрямую зависеть от поступления доходов в казну региона. Все идет в рамках плана. Естественно, что доходы идут, поступление идет как положено. Мы получаем налог на имущество, мы получаем НДФЛ. В принципе, все, что запланировано, в соответствии, идет пока в графике. Но у нас выпадение по СРП. Харягинское СРП, которым мы считаем, что порядка 4 млрд. мы недополучим. Но эти расходы отнесены пока на вторую половину года. Поэтому сейчас мы очень экономно живем, очень жестко планируем. Живем четко в соответствии с заявленным кассовым планом. Считаем каждый день, каждую копейку. И минимизируем использование кредитных средств, поскольку это достаточно дорого. Миллиардные кредиты, хоть и дорогие в обслуживании, для Ненецкого округа – это как подушка безопасности. В сложных экономических условиях заемные средства обеспечивают финансирование всех программ, выплату социальных пособий и зарплат. Сейчас бюджет региона тем более нуждается в заемных средствах, когда впереди период отпусков, отмечает Татьяна Лагвиненко. Так или иначе, но жить взаймы вечно невозможно. Во-первых, долги надо отдавать. Во-вторых, в регионе установлен максимальный порог госдолга. Он составляет 4 миллиарда 300 миллионов рублей. Поэтому сегодня в регионе идет большая работа по оптимизации расходования бюджетных средств. По словам Татьяны Лагвиненко, ближайший секвестр бюджета составит как минимум 400 миллионов рублей. Изыскивать эти средства будут во всех сферах жизни региона. Естественно, что и оптимизация льгот будет с тем, чтобы предъявить критерии нуждаемости, чтобы все эти социальные выплаты получали действительно нуждающиеся. И естественно, что идет инвентаризация имущества с тем, чтобы оптимизировать, от чего-то избавиться, чтобы не содержать лишнего. Инвентаризация госимущества – это продолжение той темы, которая была озвучена на заседании специализированного организационного штаба по улучшению инвестиционного климата в регионе. Речь идет о госимуществе для предоставления субъектам малого и среднего бизнеса. Принято решение, что мы уже где-то в апреле первой перечень дадим. Все, что находится в казне, мы выставим для того, чтобы бизнес мог взять в аренду либо выкупить. Эта работа проводится. Направлены запросы по консессионным предложениям по всей департаменту. Эта мера также позволит привлечь дополнительные средства в бюджет региона. Затронет оптимизация бюджета и ряд строек, запланированных на этот год. Этот вопрос также прорабатывается к моменту вынесения поправок к бюджету. Решать их судьбу будут депутаты округа. Естественно, что не все стройки мы можем тянуть. Но, тем не менее, инвестиционная составляющая оставлена. Особенно те стройки, которые идут с финансированием из федерального бюджета. Естественно, не хочется терять какие-то дополнительные деньги из федерального бюджета. Приоритет здесь отдается инфраструктурным объектам – дорогам. В ходе интервью затронули и вопросы с движением очереди по социальной ипотеке. В сложных экономических условиях эта программа пока находится в подвешенном состоянии. Между тем, в очереди на этот вид жилищного аккредитования стоят почти две тысячи жителей НАО. На сегодняшний момент мы продолжаем хотя бы тем, что выплачиваем проценты по имеющимся, так сказать, обязательствам. По новым, конечно, сложно. Учитывая то, что мы не сможем, но у нас трудности будут с финансированием публичных социальных выплат, то социальная ипотека пока – это не приоритет. У нас на сегодняшний момент надо выплатить зарплату и выплатить налоги. А потом уже будем думать про все остальное. Как заверила Татьяна Лагвиненко, обязательства по возмещению части расходов по плате процентов по ипотечным кредитам Ненецкий округ выполнит в полном объеме. Так же, как и обязательства по 5-процентной ипотеке. В целом же финансовая ситуация, в которой сегодня оказался регион, не настолько критична. Главное, что в округе нет долгов по зарплате, соц. выплатам и уплате налогов. Я хочу сказать, что даже в случае непоступления этих 4 миллиардов, все остальное нам поступит. Поэтому здесь, естественно, что мы сейчас смотрим, что мы можем еще приостановить. Либо, может быть, что-то перенесется на следующие годы, когда будет более благоприятная ситуация. Сегодня Ненецкий округ готов к развитию по самым худшим сценариям. Для этого проводится планомерная работа по оптимизации расходов и поиску новых источников пополнения доходной части казны.